Чемпионат мира по классической борьбе По сути, Анатолий Колесов – это первый наш земляк, добившийся такого высокого успеха в спорте. Этот парень родился в 1938 году в Осокаровском районе в семье главного агронома Литвинской МТС Ивана Родионовича Колесова. Здесь же, в селе Литвинском, Анатолий закончил среднюю школу и отсюда ушел в большую жизнь. В 1958 году закончил Казахский государственный институт физической культуры в Алма-Ате, а в 1964 году на Олимпиаде в Токио Колесов стал чемпионом по классической борьбе в полусреднем весе. В программе «Моя Караганда» о легендарном борце вспоминает заслуженный тренер Казахской ССР Ильдар Гафаров. В 1962 год первенство мира в Америке было, в Чикаго, по-моему, да, сейчас точно не помню. Это впервые из казахстанских борцов Анатолий Иванович Колесов стал чемпионом мира. После него пошли чемпионы мира, как бы это самое он протарил путь, путь в Зеленую улицу сделал, и все пошли чемпионы. И вот сейчас в настоящее время казахстанский спорт, это при Советском Союзе, это единственный вид спорта, где больше всего чемпионов мира, а олимпийских чемпионов. Колесов протарил в Зеленую улицу, затем он стал, вот, ну, если взять биографию, то он трижды становился чемпионом мира. Последний раз стал он чемпионом мира в 1965 году в Тампере. Тогда наши спортсмены, тогда было 8 весовых категорий. И из 8 весовых категорий наши завоевали 7 золотых медалей, из 8. Ну, человек это очень такой, как бы сказать, целеустремленный был. Такой по натуре очень вежливый, интеллигентный. Вот, он все время ходил в очках, даже стеснялся этих очков, понимаете. Потому что, когда он пришел заниматься в секцию борьбы, он поступил в Алматинский институт физкультуры. На отлично все экзамены сдал. Пришел Петру Филипповичу, матушечку, заниматься. Тот его, говорит, как ты, без разряда, без ничего. Ну, и без очков у него, это сам близорукость была, минус 5 зрения. Ну, он записал его, тыкать не догонишь, ему уже 17 лет было. И он потом всех догнал. Его любимым партнером было чучело. Он начинал с чучела, потом спарринг-партнер и кончал чучелом. И это чучело, он бросал его по тысячу раз, пока прием совершенствовал. Когда переехал в Москву, он последний раз, когда он выиграл чемпионат союза, он был капитаном сборной. Сборной тут, и его вызывает председатель, ну, по тем временам, председатель Совета Министров по спорту. По спорту. И вызывает, давайте становитесь старшим тренером сборной союза по борьбе. Он отказался. Как так? Я действующий спортсмен. Как могу я стать старшим тренером сборной, когда со своими спортсменами я только... Ну, руководство настояло, и он принял. В 1966 году стал старшим тренером. Ему было 30 лет, он стал зампредом спорткомитета СССР. И это самый молодой зампред. Ну, там все начали говорить, что этот человек пришел, это ненадолго. И вот этот человек ненадолго, который потом прославил советский спорт, он на четырех или на пяти олимпиадах руководителем делегации был. Понимаете, это большая честь для него. Был такой случай в Омске. Боремся за выход в финал с чемпионом мира, такой Оленик, призер Олимпиады. И на ковре судит, ну, там российская бригада судит. И главный судья Громыко. Это ректор Омского педагогенститута физкультуры. И Колесов сидит в первых рядах, уже будучи зампредом. И я провожу прием, мне не дают. Ну, судья совещаются, совещаются. Он встает и главному судью спрашивает, ваше мнение. Ну, а судьи, он говорит, судьи не дают баллы. А он говорит, товарищ главный судья, ваше мнение. Ну, и тот два балла, говорит Гафарову. Ну, естественно, он сразу сел, все два балла мне дали. Это как бы, как земляк помог мне, понимаете. Это же, ну, душа лежит, все-таки казахстанскому спорту. Анатолий Колесов опубликовал более ста научных работ. Он награжден высокими государственными наградами СССР и Российской Федерации. 2 января 2012 года на 74-м году жизни Анатолий Иванович ушел из жизни. Наш земляк похоронен в Москве. Сегодня он незаслуженно забыт большей частью своих земляков, но, надеюсь, еще пройдут в нашем городе турниры памяти этого выдающегося спортсмена и зажгутся на этих соревнованиях имена новых звезд борьбы греко-римского стиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова